МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республик. Об основных событиях четверга вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пыречкина. В канун Дня Победы в Центре социального обслуживания населения Чебоксар чествовали участников Великой Отечественной, фронтовиков, стружников тыла, а также руководителей различных организаций и жителей Чувашия, которые активно участвуют в патриотическом воспитании граждан и помогают в решении социальных проблем ветеранов Айны. Они сражались за Родину. Кто-то с винтовкой в руках, кто-то с санитарной сумкой через плечо, кто-то у станка или в поле. А кто-то и сейчас продолжает вести борьбу против искажения истории, забвения и безудейности. Во времена, когда подвиг советского народа подвергается сомнению, наследникам Победы особенно важно сохранять уважение к прошлому. День Победы является, прежде всего, символом национального триумфа, народного единения, воспитания молодых людей, молодого поколения, чувством любви к родной земле, к своей любимой родине под названием Россия и Чувашия. Юбилейные медали «70 лет Победы» в Великой Отечественной войне получили 12 ветеранов. Михаил Иванович Иванов участвовал во Второй мировой. На Дальнем Востоке в составе бомбардировочного авиаполка воевал против Японии. Ну, я и не мечтал о том, что получу от рук президента медаль. Это действительно обязывает ко многому. Радуемся, что дело, за которое отдали жизнь, в общем, тысячи людей, много тысяч людей. И вот память этих людей, конечно, всегда надо помнить детям, внукам, ну и нам. Сегодня бравым солдатам далеко за 80, а то и за 90. Но они по-прежнему в воплощении мужества, веры в свои идеалы и любви к родине. Это главное, чему мы должны у них научиться. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев сегодня встретился с первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике Валентином Шурчановым. Глава Республики поздравил Валентина Шурчанова с Днем Победы и отметил общую позицию в оценке итогов Второй мировой войны. Это как раз народное единение, символ Дня Победы, дает объединиться всем тем людям, кто неравнодушен, не смотря на политические взгляды. Мы правильно оцениваем итоги Великой Отечественной войны, итоги Второй мировой войны, роль Чувашской республики, в общем, наша победа Советского народа. Поэтому, мне кажется, здесь у нас очень много единых подходов. И, Михаил Васильевич, вы знаете, что 9 мая – тот самый праздник, который объединяет действительно весь народ. На встрече обсуждались вопросы проведения Дней Чуваши в Государственной Думе Российской Федерации 12-15 мая 2012 года. Около полугода назад россиян собственников жилья обязали платить за капитальный ремонт. Исполнение этого закона до сих пор вызывает вопросы и споры. Наш следующий сюжет как раз для тех, кто все еще сомневается – платить или нет. Поселок Угеси, улица Первомайская. Типовые российские пятиэтажки. На первый взгляд все хорошо. Проблема крылась внутри. Старая электропроводка, с которой, как известно, шутки плохи. Если вовремя не принять меры, можно ждать сбоев в работе сети, коротких замыканий и пожаров. Но жильцам этих домов такие проблемы уже не грозят. Они вошли в республиканский краткосрочный план реализации в 2014-2015 годах программы капитального ремонта. На сайте фонда капремонта мы заметили, что идет подбор подрядной организации. Вышли на конкурс, выиграли эти дома, выиграли работы по электроснабжению и по холодно-горячему водоснабжению. По электроснабжению меняются все силовые кабеля, щитки, вру, освещение, подъездные, подвальные. Полностью будет заменено. Выделено было, например, на 1-майской 9 969 тысяч, мы с понижением 10% выиграли, 872 тысячи обходится 1-майской 9. 1-майской 7 обходится с понижением 383 тысячи, а 1-майской 13 695 тысяч. Иными словами, вот он закон о капитальном ремонте в действии. Только за прошлые и нынешние годы по республике скорую ремонтную помощь должны получить 281 многоквартирный дом. 82 из них в Чебоксарах. Причем для тех собственников, кто решил накапливать деньги на специальном счете дома, предусмотрена интересная схема. Если у нас в своем доме ничего не накопили, средства для того, чтобы полностью выполнить капитальный ремонт, помимо выделяемых субсидий, то мы можем рассчитывать на финансовые средства соседнего дома. Ну, конечно же, это на возвратной основе. Единственные взносы, накопленные в одном муниципальном образовании, не могут быть направлены на капремонт другого муниципального образования. Сейчас собираемость платежей в среднем 44%. Специалисты отмечают, россиянам нужно время, чтобы осознать жилье в собственности. Это не только права, но и обязанности. Обязанности содержать его в надлежащем состоянии. Законный вариант не платить, только один раз приватизация. И здесь, как поется в известной песне, думайте сами, решайте сами. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. 20-21 июня в столице Чувашии пройдут соревнования среди 12 сильнейших легкоатлетических команд Европы. Сегодня в Доме правительства стоялось заседание рабочей группы по подготовке этого масштабного мероприятия. Члены оргкомитета обсудили подготовку соревновательных и тренировочных объектов. Они должны быть в полной готовности уже к началу июня. Сейчас обновляется разминочное поле, перестраиваются под трибуны и помещения стадиона. Частично меняется покрытие беговой дорожки. С 8 по 10 июня на Олимпийском пройдут первые тестовые соревнования. Чемпионат России по легкоатлетическим многоборьям. Сейчас подготовка к чемпионату уже вышла на финишную прямую. Организационные вопросы находятся в завершающей стадии решения. Огромную страну объединила песня. Чебоксарцы вместе с жителями других регионов исполнили гимн Победы. Стать хористом в этот вечер мог каждый желающий. Горожанам присоединился и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробнее в материале Дмитрия Ковалева. Печни, жди, 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 как он был от нас далек. Хоры дышкалят, народные коллективы, эстрадные группы. В этот вечер на площади республики яблоку негде упасть. Под живую музыку военного оркестра голоса горожан сливаются воедино. Это день победы, орфан-трапа. Это праздник, силою на листах. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это по-настоящему масштабный флешмоб. Песню Давида Духманова и Владимира Харитонова в этот день исполняли и на Камчатке, и в Крыму. Чебоксарцы замахнулись на рекорд. На площади республики собрались более 7 тысяч горожан. Многие пришли сюда, чтобы отдать дань подвигу ветеранов. Это гордость, это наша победа, но не наша победа, победа наших дедов. Я планирую также 9 мая прийти на Красную площадь. Это честь. Это честь, значит, для меня очень много. Все-таки люди нас спасали, чтобы мы жили. Хочется верить, что люди пришли от души и пели тоже от души. Хочется сказать огромное спасибо всем ветеранам, потому что мирное небо над головой, и мы обязаны им за это. И поэтому каждый день хочется говорить спасибо за то, что мы живем в мирное время. На этом необычном концерте ветераны – самые почетные зрители. Глава республики поздравил их с наступающим Днем Победы. Сейчас, отметил он, особенно важно воспитывать в молодежи чувство гордости за подвиги дедов и прадедов. Всегда важно помнить и о нерушимых символах Великой Даты. Впрочем, слова песни Победы, как и гимн страны, знакомы каждому. И это подтвердил всенародный флешмоб. И та акция, которая по всей России сегодня проходит, и в данном случае у нас прошла в Чувашской республике, в городе Чапоксары, это очень здорово. Это войдет в золотой странице в историю нашего народа. И те детишки, которые пришли с детских садов в возрасте 4-5-7 лет, для них же это практически незабываемые дни, незабываемые минуты. В Чебоксарах в этот день дали старт и другому флешмобу. Исполнив вместе песню, горожане закружились в вальсе Победы. Дмитрий Ковалев, Иресель Мухаммедов. Республика. Осенью 1941 года, когда войска гитлеровской Германии подошли к Москве, встал вопрос о строительстве второй линии обороны в глубине страны. Рубежей было несколько, по территории Чувашии проходил в частности Казанский. Он шел вдоль Суры от АлатРа до Ядрина. Спустя 70 лет после победы сурский оборонительный рубеж вновь появился на карте республики. Уже как туристический маршрут. Первыми по нему прошли журналисты. Туристический маршрут «Сурский оборонительный рубеж» берет начало в селе Засурье. Затем через поселок Совхозный, деревню Стрелецкую и город Ядрин к Ильиной горе. Именно там открывается великолепный вид на очертания окопов, траншеи и противотанковых рвов. Время, конечно, постаралось сгладить эти раны, но они были слишком глубокими. Второй эшелон обороны – это не только по Суре, но и по Волге, на Дону. На территории Чувашии есть еще второй эшелон. Это который начинается от Звениговского затона, пролегает через Октябрьское, селы Шоркистры, Рабосио-Марского района, Янтиково и граничит с Волгой уже на границе с Татареей. Ежедневно привлекались 171 тысяча человек на сооружение этих рубежей. Все эти окопы и рвы созданы руками жителей Чувашии. Всего за три месяца. Каждый день по трудовой повинности на работу выходили до 80 тысяч человек – стариков, женщин, детей. Копали в основном вручную – лопатами и кирками. В те дни столбик термометра опускался до минус 40 градусов. Один слой снимаем за весь день. Мерзлая земля. Снимаем, кончаем работы, приходим на квартиру. Утром приходим, а это замерзлая земля опять на толщину лопаты. Цифры ошеломляют. За три месяца жители республики вынули 3 миллиона кубометров мерзлой земли. Построили полторы тысячи землянок, 2347 огневых точек. Об этом и многом другом можно узнать на турмаршруте «Сурский оборонительный рубеж». Один из его пунктов – конный завод. В 1941 году на лошадей тоже существовала разнарядка. И им тоже выдавали зарплату фуражом. Кроме того, вам расскажут, как в 1942 году строился мост через Суру. Как в послевоенные годы здесь снимали фрагмент фильма «Дирсу узала». А также о том, что еще интересного происходило в ядрине его окрестностях в разные времена. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Евгений Анисимов, Республика. Сотрудники Чувашского отделения Сбербанка присоединились к празднованию 70-летнего юбилея со дня победы в Великой Отечественной войне. Среди их клиентов немало ветеранов накануне 9 мая. Их пригласили на встречу в одно из отделений Сбербанка и поздравили с наступающим праздником. Годы войны каждый из ветеранов готов забыть. Но вместо этого они часто прокручивают в памяти страшнейшие события прошлого века. Они жертвовали здоровьем и своими молодыми жизнями на фронте и в тылу в надежде на светлое будущее. И, к счастью, не зря. 9 мая стал великим праздником, а ветераны – самыми уважаемыми жителями России. С юбилейной датой их поздравили сотрудники Сбербанка, организовав небольшой концерт с участием тех, чье детство не коцнулась война. Папа, 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 ты вернешься, невредимый! Ведь война когда-нибудь пройдет! Это мой голубчик, мой родимый! Знаешь, правда, скоро Новый год! Я тебя, конечно, поздравляю! Я желаю вовсе не поменять! У каждого из гостей своя история военных лет. Кто-то был призван на фронт в 10 классе, кто-то, будучи студентом. Но День Победы оказался одинаковым для всех. И на встрече, организованной Сбербанком, каждый вспомнил незабываемый салют, который осветил всю Волгу 70 лет назад. Конечно, не у всех ветеранов, обслуживающихся в банке, получилось посетить мероприятие. Возраст дает о себе знать. Но без внимания не останется никто. Тех, кто не сможет к нам прийти, мы, соответственно, с 8 мая посещаем лично на дому. Тоже, соответственно, общаемся, оказываем помощь, в том числе и материальную. На праздничное мероприятие в честь 70-летнего юбилея со Дня Победы пришел один из самых почетных клиентов Сбербанка. Константин Григорьевич обслуживается в банке уже 68-й год. И сам себя называет самым верным клиентом банка. Спасибо Сбербанку, что он меня пригласил. А пригласили они меня, видимо, не зря. Потому что в 1947 году, когда я из Германии, где я служил два года, приехал домой, мне деньги, которые платили в Германии, там нам не давали, а давали до марки немецкие. А рубли складывали на счет. И я приехал домой, мне прислали деньги в Сбербанк. Сбербанк традиционно поддерживает участников Великой Отечественной войны. На прошедшей встрече также были отмечены и чувашские региональные общественные организации, которые принимают активное участие в жизни ветеранов и защищают их права. Концерты, торжественные процессии, традиционное возложение венков к памятникам и монументам. Все это и многое другое планируется провести по всей России в День Победы. Наиболее массовые и значимые мероприятия Чувашской Республики, безусловно, пройдут 9 мая в Чебоксарах. В какое время пройдет Парад Победы, как будут поздравлять ветеранов и где состоится праздничный салют. Все подробности смотрите сразу после вечернего выпуска программы «Республика». В нашу редакцию поступило сообщение от женщины, которая разыскивает свою мать. Холли Абдуловна Никмадзянова, 1937 года рождения, ушла из дома в деревне Кзылтан, Деленодольского района Республики Татарстан, 7 апреля, и не вернулась. Несколько очевидцев утверждают, что видели ее на станции Терлема Козловского района Чувашии. На этой станции она проработала всю жизнь, начинала с трелочницей на железной дороге. Закончила свою профессиональную деятельность товарным кассиром. Основные приметы – рост, 160 сантиметров, нормальное телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. Молодята в темно-синий фланелевый халат, в цветочек, темно-серую пуховую кофту, галоши, платок или шапку. Холли Абдуловна страдает провалами в памяти. Всех, кто владеет какой-либо информацией и просьбой, обратиться по телефону 8 800 754 52 или 02. Линия работает бесплатно и круглосуточно. Сегодня, 7 мая, праздник работников всех отраслей связи. В этот день в 1895 году на седании Русского физико-химического общества физик Александр Степанович Попов продемонстрировал созданный им радиоприемник и провел первый в мировой истории сеанс радиосвязи. День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков, радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране. Объединяет с помощью радиоволн дела, мысли и души. По вседневной жизни уже давно есть и телевидение, и интернет. Радио, казалось бы, должно было уйти на второй план. Но наравне с развитием телевещания радио обрело новую жизнь. В Чувашии уже шестой год работает национальное радио, которое объективно и полно освещает события на чувашском языке. А полтора года назад в эфир вышла еще одна радиостанция холдинга – ТВАН Радио. В сетке вещания – прямые включения, новостные программы, которые насыщены сообщениями о событиях практически текущего часа. С комментариями специалистов, аналитиков, экспертов. Таким был четверг глазами корреспондентов национального телевидения. С вами прощаюсь. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok